Сегодня 11 марта. 11 марта 1861 года колокола Вознесенского кафедрального собора праздничным звоном возвестили жители Самары об отмене крепостного права. Дворяне, чиновники, всеслужащие явились в назначенный час при параде в мундирах. В торжественной тишине прозвучали слова манифеста. Крепостное право отменяется навсегда. Долгожданная весть о воле крестьян разнеслась по всей губернии. Встречать высокопоставленных особ по одежке начали еще в 1834 году, когда 11 марта Николай I утвердил положение о гражданских мундирах. Одновременно с этим указом было дано распоряжение относительно дамских нарядов для приезда в торжественные дни к высочайшему двору. Так, в российском обществе был утвержден один из первых официальных дресс-кодов. Согласно этому положению, для каждого ведомства устанавливалось 10 разрядов униформ темно-зеленого или темно-синего цвета, а красный цвет закреплялся за сенаторами. В результате такой реформы по цвету мундирного комплекта, воротника, обшлагов и выпушек, а также по узору золотого или серебряного шитья, можно было определить конкретное министерство. Март 1919 года вошел в историю губерния огромным числом волнений. Мятежная обстановка сложилась и в частях Самарского гарнизона. Попытку поднять восстание в ночь с 10 на 11 марта предпринял 175-й полк. В письме Ленину Михаил Фрунзе сообщил позже. Взбунтовался 175-й полк, разбив артиллерийские склады и разобрав бывшие тамберданки, пытался поднять и другие части, и в первую очередь инженерный батальон моей 4-й армии. Призыв успеха не имел, и к 3 часам утра дело было ликвидировано. Полк разоружили, 250 красноармейцев было арестовано. 11 марта 1955 года состоялась премьера многими любимой комедии «Укротительница тигров». Роль юной дрессировщицы стала дебютом замечательной актрисы Людмилы Касаткиной. 11 марта 1976 года в Куйбышеве на проспекте Ленина открылся специализированный магазин «Океан». Свежей рыбой здесь было море. Каждое второе воскресенье марта геодезисты и картографы России отмечают свой профессиональный праздник. В России искусство составления географических чертежей было известно еще в допетровскую эпоху. Например, первый печатный вариант карты Руси «Карта московских земель» появился в 1525 году. Сама же профессия картографа возникла гораздо позже, в марте 1720 года, когда в России приказом Петра I были начаты первые картографические съемки. 11 марта родились народный артист РСФСР, замечательный актер Георгий Юматов, великолепный танцовщик и балетмейстер Мариус Петипа, заслуженный артистка России Мария Аронова. 11 марта 1900 года появился на свет народный артист СССР, солист Самарской оперы Иван Козловский. Теплые слова и поздравления с днем рождения сегодня адресованы замминистру имущественных отношений Самарской области Олегу Лопатину. Именины 11 марта отмечают Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий и Сергей. В народном календаре 11 марта день Порфирия. Весна все ближе, но доверять раннему теплу не стоит. Как говорили старики, рана затает, долго не растает. Силу весны еще мало, к тому же зима уходить не хочет. За оттепелью обязательно настанет мороз. Вы смотрели календарь губернии. Хорошего выходного дня и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова